Привет, с вами Игорь и сегодня, как всегда в конце месяца, мы обнуляем счетчики, счетчик солнечной электростанции, сколько у меня выработала солнечная электростанция, 4 киловатта, если кто-то первый раз смотрит, не знает, 4 киловаттная солнечная станция, без инвертора, КБ и всяких там прибамбасов, просто солнечные панели и простенькие контроллеры, сейчас ее покажу. И тепловой насос, сколько потребил у меня за этот март 2021 года. Итак, идем смотреть. Итак, вот мы возле моих ваттметров, и сейчас посмотрим, сколько у меня потребил тепловой насос за месяц март. Вот, вот снизу, вот здесь вот, 161 киловатт час, ну почти 162 киловатт часа, вот, март месяц вообще у нас был очень такой холодный, такой зимний, можно сказать, месяц, совсем не весенний месяц, совсем и дождь был, и снег был, и морозы, ну короче, очень холодный месяц. Так, сколько у меня выработала солнечная электростанция 4 киловаттная, 307, 307 с половиной киловатт часов. Ну, вообще, я смотрел по, там есть таблицы, сколько должна выработать 4 киловаттная солнечная электростанция в марте месяце, то это примерно так и есть. От 300 до 300, 320, 330, там разные есть таблицы, ну примерно вот так вот она и должна выработать. Вот, то есть я как бы попал в норму, уложился в норму выработки. Вот, о чем это говорит? Это говорит о том, что мой вот этот вот примитивный контроллер, о котором я уже рассказывал в предыдущих видео, он довольно-таки неплохо и работает, вот, и неплохо он отбирает мощность с моей солнечной электростанции, с моих панелей, собственно. Потому что у меня кроме панелей и вот этого примитивного контроллера больше ничего и нет. Вот, всю мощность я сбрасываю на нагрев воды, нагрев помещения, обогреватели, всякие там тены, вот, электроплитка, вот, у меня тоже есть там видео, смотрите, кто первый раз смотрит. Вот, поэтому я же говорю, что без всяких МППТ, ПВМ и всего подобного этот контроллер довольно-таки неплохо справляется и изымает мощность. Солнечность солнечных панелей, вот, как видите, то есть я уложился, уложился в то, что, в принципе, должно быть, выработка. Кстати, нашел я интересный сайт, вот, сейчас еще, ну, уже вечер, 203 вольта и сейчас только 194 ватт и сейчас идет. Вот, нашел я интересный сайт в интернете, там каркулятор есть, каркулятор типа солнечной электростанции, там забиваешь, как бы, параметры своей солнечной электростанции, направления, зимут, угол, мощность, количество панелей, ну, там все-все-все есть. Вот, и этот каркулятор, что интересно, он показывает, что такие, самое идеальное направление, это все-таки не южное, не южное. Вот, то, что, в принципе, я это и сам, как бы, заметил по своей солнечной электростанции, по сравнению с другими солнечными электростанциями. Вот, я это заметил давно уже, как бы, что, вот, именно не южное направление, ну, я это, наверное, сделаю отдельное видео, покажу там, где этот сайт, каркулятор, который показывает именно большую выработку, большую выработку за год, за год, если брать. Вот, по месяцам я там не смотрел, ну, там надо есть и по месяцам мы посмотрим, но за год там выходит больше не на южное направление, а на юго-восточное. Вот, я это вам покажу, этот каркулятор тоже, в следующем видео оставлю ссылочку, посмотрим. Вот, так что, как все считают, вот, что именно южное направление, самое такое, ну, прибыльное в плане выработки электростанции, то это оказывается совсем и не так. Хотя все, вот, я знаю, промышленные такие большие солнечные электростанции, они ставятся строго в направлении на юг. Вот, меняется только там угол зима-лето, а так они все на их, вот, я этого не понимаю, почему. Ну, это уже тема следующего видео, ладненько, если какие-то вопросы там возникли по моему контроллеру, или еще что-то там, то спрашивайте в комментариях, я всем отвечаю, всем пока, до следующих видео.